Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии четверга. Продолжаем разбирать, следить за основными фундаментальными событиями, новостным фоном и, скажем так, адаптировать его к нашим торговым позициям, некоторые из которых мы держим уже, в принципе, довольно давно, но я уверен, что ранее мы очень правильно определили вектор движения финансовых инструментов. Центральная тема остается той же, друзья. Я думаю, что горевать из-за этого не стоит, потому что тема-то очень крутая. Это решение от США усилить давление на Китай. Уж сколько раз мы пытались разобраться, для чего это делается. Для того, чтобы повысить очки своего рейтинга перед выборами, для того, чтобы усилить давление на Китай, либо еще из-за чего-то. Ну, наверное, я думаю, что все причины в какой-то мере состоятельны, и мы можем на них опираться. Для финансовых рынков решение штатов повысить пошлины на китайский импорт. Это, конечно же, тот фактор, который повышает волатильность, турбулентность, раскачивает площадки, приводит к мощным движениям. Это хорошо, потому что именно за этими движениями мы с вами, как трейдеры, и охотимся. Они нужны для того, чтобы принимать позиции, точнее, решения торговой сделки и на этом, соответственно, зарабатывать. Эта тема настолько важная, что она охватывает буквально все активы и все площадки, которые представлены на рынке. Если мы посмотрим на нефтянку, друзья, 69,85 сейчас котировки, мы снижаемся. Я бы не стал сейчас смело заявлять о том, что мы уже закрепились ниже 70, но все равно мы уже сколько раз обхаживаем эту отметку, друзья. Я думаю, что на каком-то этапе все-таки продавцы накопят достаточно сил, чтобы в конце концов продавить котировки ниже. Мы продолжаем работать с риском замедления глобального экономического роста. Если ситуация, связанная с отношениями США и Китая, выйдет из-под контроля, в конце концов перерастет в, на мой взгляд, уже имевшую место быть, полноценную торговую войну. Мировая экономика действительно потеряет это, отразится на аппетитах экономики, опять же, на сырьевые инструменты и, разумеется, приведет к снижению их стоимости. На мой взгляд, очень простые такие логические параллели. Мы должны опираться на них, потому что это тот фонд, который создает очень хорошие возможности для предсказуемой торговли. Эта торговля, в данном случае, предполагает продажу нефтянки. Вчера у нас была статистика от администрации энергетической информации. Мы ее ждали, следили за ней и в моменте видели то, что она действительно повлияла на поведение углеводородов. Признаю, что эта статистика больше оказалась фактором поддержки для покупателей, потому что объем добычи нефти в США снизился с 12,3 миллионов до 12,2. Запасы, собственно, также не оправдали наших надежд, поскольку они все-таки снизились. И речь идет не только о снижении запасов нефти, но еще и бензин и дистиллятов. Очень редкий случай. Поэтому в моменте это привело к тому, что котировки выросли, но все равно риск за то, что же будет дальше. Вступит ли в силу импортные тарифы на, точнее, новые таможенные пошлины на китайский экспорт, как на это отреагирует Китай. И, в принципе, скажем, под каким соусом у нас будет возможность с вами рассуждать об отношениях США и Китая уже на следующей неделе, когда вот пройдет вот этот пограничный день пятницы, день, когда решения о новых, скажем так, таможенных барьерах, я их называю торговыми санкциями, все-таки станут реальностью. В общем, ждем, друзья, за развитием событий. Я, как и раньше, в этом ключе скептик. И, в принципе, такая позиция уже не раз позволяла мне убеждаться в том, что подход верный. Я жду, что никакого чуда не произойдет в эту пятницу, как и было обещано. США ведут эти санкции, эти установят новые таможенные пошлины, Китай начнет отвечать. Поэтому я жду, что рисковые инструменты очень сильно просядут. Если не к концу этой недели, то уже оса следующей. Это неминуемо отразится на динамике, по-сумеется, и нефтянки. Доллар иена 109.92. Я повторяю, друзья, что сейчас этот тандем валютных инструментов очень хорошая возможность работать вот с тем фундаментом, который я сейчас описал. Потому что отношение США и Китая это геополитический риск. На фоне потребность сохранить свои капиталы посредством парковки их в защитных инструментах, к которым относится японская иена. И мы видим то, что сейчас тоже трейдеры, которые сидят в этой валютной паре, замерли в ожидании, что же в конце концов будет дальше. Потому что сегодня, кстати, вице-премьер Китая, несмотря на присутствующие на рынке в начале этой недели о слухе о том, что встречи не будет, очередного этапа переговоров не пройдет, все-таки прибыл Вашингтон. Но сразу хочу сказать то, что визит короче, чем предполагалось ранее, на два дня. Кроме того, Си Цзиньпинь, собственно, председатель Китая, наложил вето на уступки, которые ранее пошла китайская сторона для США. Это также, друзья, доказывает, что очень серьезный накал страстей сейчас вокруг темы дальнейших переговоров. И, соответственно, если торговое соглашение подписано не будет в ближайшие дни, если не будет обозначен какой-то сверхпозитив, то, в конце концов, все пойдет по наклонной вниз, нейтрализуя и подавляя весь тот позитив, который удалось накопить за время последних раундов переговоров. И мы с вами вернемся вот к тому, что будем работать с этим риском, о котором я всегда вас предупреждал, друзья. Поэтому для меня не откровенность. То, что сейчас происходит, это было ожидаемо. Я считаю, что иен от этого будет только выигрывать. Тем более, что потенциально поддержку иене сейчас, точнее, лучше скажем, поддержку короткой позиции доллар-иены будет оказывать слабая статистика. Я жду, что сегодня иных цен производителей, которые являются компонентной инфляции, разочаруют трейдеров и, соответственно, снизят вероятность того, что Федрезерв сможет все-таки отказаться от выжидательной позиции. Ну и сегодня также еще и выступление Джерома Паула, который уставляет американский регулятор. Даже если он не коснется напрямую монетарной политики, не будет говорить о процентных ставках, ему придется сослаться на возросшие риски глобальной торговой неопределенности. И мы с вами можем делать выводы, друзья, этих комментариев будет достаточно, чтобы также порассуждать и прийти к выводу о том, что будет с политикой Федрезервы дальше. Я считаю, что ничего хорошего для роста доллара. Евро против американца 1.1192. Как и следовало ожидать, данные по промышленному производству вчера разочаровали после выхода слабых данных по производственным заказам. Промпроизводство минус 0.9%. Мы делаем вывод о том, что очень правильными были решения Еврокомиссии пересмотреть прогноз по экономическому росту до 1.2. И я повторяюсь, это даже оптимистично. Оценка будет еще хуже. Друзья, потому что экономика еврозоны опирается, конечно же, на промышленный сектор Германии. А с такими результатами нельзя говорить о том, что он будет оказывать какой-то положительный вклад в темпы роста. Поэтому экономика еврозоны продолжит терять, слабеть. Для того, чтобы исправить ситуацию, Европейский Центральный Банк уже анонсировал новый раунд операции долгосрочного рефинансирования. Мы ждем подробностей. Ну а пока подробностей нет. Просто довольствуемся тем, что готовность задействовать экономические стимулы – это признание проблем, которые в регионе присутствуют. И это то, что является фактором долгосрочной слабости, потенциальной слабости евро. Поэтому цели в районе отметки 1.10, они сохраняют свою актуальность. Фунт против доллара резко просел в районе поддержки 1.30. Я снова предлагаю уже иную сделку. Продолжать продавать всем, кто еще этого не сделал. Мы очень хорошо вошли на продажи ранее. Сейчас можно попробовать сделать то же самое для тех, кто еще не действовал с уровня 1.29.90. Почему фунт сильно просел? Потому что вчера на рынке стали активно муссировать слухи о том, что Мэй готовит порядок и сроки своего ухода с поста премьер-министра. Я уверен, друзья, что до этого дело дойдет обязательно. Новозеландец против доллара 0.65.73. Мы продолжаем снижаться. Это реакция трейдеров на решение по снижению процентной ставки. Резервный банк Новой Зеландии, конечно же, наивно полагает, что рынок труда сможет активизировать активность потребителей и повысить инфляционные ожидания. Точно такая же проблема, на мой взгляд, свойственна сейчас и для Резервного банка Австралии. Это заблуждение. Но, в конце концов, мы получаем, друзья, как продавцы и в первом и во втором случае, то, что нам нужно. Резервный банк Новой Зеландии снизил процентную ставку. Мы на это настраивались. И более того, я хочу сказать, что при дальнейшем снижении инфляционного показателя ставки будут проседать и дальше. В переходе с четверга на пятницу, друзья, отчет по роничным продажам Новой Зеландии. Мы делаем вывод о роничных продажах, об активности потребителей. По прогнозам розница разочарует. И вот вам, пожалуйста, сигнал того, что Новозеландцу придется смещаться в район 0.65. Доллар канадец 1.3481. Мы понемногу приближаемся к ближайшему перевалочному пункту 1.35. Чуть только нефтянку еще продавят. Мы окажемся выше, друзья. А там поспеет еще и новая статистика из Канады, которую мы также будем использовать для того, чтобы канадца продавать. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok